Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстун и сегодня мы будем играть в игру под названием Beholder, что переводится как смотрящий, очевидец, в общем зритель. Итак, друзья, начинаем, сразу хочу сказать, вот положа руку на сердце, что я не смотрел никакие обзоры и вообще об игре ничего не знаю, там, то есть никакие прохождения не смотрел, так что будем разбираться вместе с вами. Так, уважаемый Карл Штейн, рады сообщить, что ваше назначение на должность управляющего доходным домом класса... Уважаемый Карл Штейн, рады сообщить, что ваше назначение на должность управляющего доходным домом класса D, находящегося по адресу 6 Крушвитце, одобрено. Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам и вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома. Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили на медосмотре, подавляет необходимость в ночном отдыхе. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родине. Мне очень нравится, как здесь сделана графика. Я не знаю, так очень хорошо нарисовано, атмосферно. Ну и в общем я читал краткое описание игры. Это что-то вроде такого, знаете, как бы мы живем в тоталитарном государстве, где каждый следит за каждым. Рады приветствовать вас в рядах элиты госаппарата. Министерство распределения. Так, это начальник. Нажмите на него, чтобы начать диалог. Знак восклицательного знака сообщает, что персонаж готов дать вам задание. Ну-ка, дай нам задание. Вы должно быть Карл. Добрый день. От имени Министерства порядка приветствую вас на новом месте работы. Что здесь происходит? Проводим мероприятие по обработке зданий от вредителей. Не обращайте внимания. Возмутиться? Согласиться. Блин, ну это же начальство. Как, как, как не согласиться? Как скажете? Ваш предшественник не справился с простейшей работой. А если человек, будучи на ответственной должности, не справляется с элементарным заданием, вывод может быть только один. Он сделал это умышленно, то есть стал вредителем. Теперь все. Чем занимаются жильцы этого дома, ваша ответственность. И под словом «все» вы подразумеваете? Под словом «все» я подразумеваю абсолютно все. Вы будете следить за каждым их шагом, фиксировать любую подозрительную деятельность, если, конечно, хотите зарекомендовать себя хорошим служащим. А если планируете стать отличным наблюдателем, то рекомендую записывать и хобби, и увлечения, и просто разговоры. Как я буду это делать? Вам нужно наблюдать и записывать. В этом помогут камеры наблюдения. Но давайте по порядку. Карл, у вас есть опыт управления домом. Нужна ли вам моя помощь? Так, воспользоваться помощью, отказаться, скрыть обучение. Ну что ж, давайте начнем. Давайте это и... Я же, как уже сказал, ничего об игре не знаю, так что... Пройдем небольшое обучение. Я не откажусь от вашей помощи. Я помогу разобраться. Смотрите внимательнее вокруг. Для начала, вот ваш рабочий журнал. Он всегда будет находиться справа. Полистайте вкладки и ознакомьтесь с ними. Так, это у нас вкладка заданий, поговорить с начальником. Здесь у нас досье, подвал. Квартира у нас что, в подвале еще три человека живет? Мда... Квартира номер три и есть еще три квартиры. И, похоже, их надо отремонтировать. Так, директивы правительства. От первого сентября 84-го года запрещено укрывать преступников. Блин, а раньше что можно было? И здесь у нас что? Здесь у нас, видать, какие-то будут входящие. Судя по всему, знаете, мне кажется, здесь будут приходить какие-нибудь там новые законы. Ну, например, правительство запретило подтираться правой рукой. И мне нужно будет следить за новыми законами. И если я вдруг увижу, что кто-то подтирается вдруг правой рукой после туалета, а не левой, значит, его нужно немедленно наказать. Ну, это я не знаю. Это я так предполагаю, забегая вперед. Так, ну, вроде со вкладками ознакомились. После продолжим разговор. Да я уже посмотрел все ваши вкладки. Я, видать, и переждаю маленькое событие. Так, блин, я случайно перетыкал чат. Так, ну ладно, что тут? Судя по документам, вашему предшественнику было выдано две камеры. Найдите их в вашем кабинете. Он справа от жилой комнаты. Так, что, пора гулять? Или что? Нам показывают сюда. Задание. Мне дали первое задание. Найти камеры наблюдения. Отыщите рабочий стол. Найдите камеры наблюдения в кабинете. Так. Вы можете обыскать предметы мебели. Для этого нажмите рабочий стол, а затем на значок лупы. Так, ну вот. Нам, короче, похоже сюда, да? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Нажмите на предмет, чтобы посмотреть его описание. Взять, чтобы забрать его. Так, камера видеонаблюдения. Средний угол обзора с функцией видеозаписи. Ну что ж, замечательно. Давайте возьмем все. Поговорите с начальником. Отлично. Вы нашли камеры. Их нужно установить в общей столовой. Следуйте за мной. Столовые. Столовые. Это у нас не те, которые в подвале живут. Нажмите на сигнализацию и выберите камеру, которую хотите установить. Чтобы снять камеру, нажмите на корзину. Так, сюда, да? И что, вторую тоже, да, сюда повешать? Мы должны знать все, что происходит в столовой. В столовой собираются все жильцы. Мы можем подслушать какой-то разговор. Посмотреть какое-нибудь преступное действие. Вижу, что пока вы неплохо справляетесь. Вот ваша первая награда. Ммм, так. Надо поговорить с начальником, чтобы получить дальнейшие указания. Так, где моя награда? Ага, денежки зачислили. За деньги вы можете покупать необходимые предметы в магазине. За очки авторитета камеры для наблюдения. За жильцами в доме. Так, вот это очки авторитета, да? Очки авторитета – это ваша репутация. Их платят за выполнение заданий. Вы можете использовать их в личных целях. Например, для убеждения окружающих. К сожалению, меня ждут дела в министерстве. Однако, вы можете в любой момент позвонить мне со своего рабочего места по выделенному телефону, чтобы задать любой вопрос. И, кстати, я настоятельно не рекомендую вам, Карл, игнорировать звонки на этот телефон. Помните, что мы с вами в первую очередь служим нашему великому народу. И выполнение директив и указаний от министерства – это ваше хлеб, вода и воздух. Теперь перейдем к главному. В доме проживает несколько человек, которые находятся в зоне риска. Ваш предшественник не смог навести в доме порядок. Надеюсь, вы окажетесь благоразумнее. Как я могу это сделать? Во-первых, внимательно наблюдайте за жильцами. Как только соберете доказательства правонарушения, пишите рапорт, а об остальном позаботятся наши стражи правопорядка. И скажу вам по секрету – наше великое государство может быть очень благодарным к тем, кто хорошо выполняет свою работу. А потому министерство может закрыть глаза на подлог, улики или на шантаж в случае, если это поможет вам достичь результата. Так, не совсем то, что я ожидал от этой работы. Да как же я такое могу сказать? Сделаю все возможное. Мне нравится ваше рвение. Не медлите со звонком в наше ведомство. Вы сможете получить любой совет от своего мудрого куратора. И последний ключ, который я вам дал, подходит ко всем дверям в этом доме. Только убедитесь в том, что жильцы вышли из квартиры, прежде чем в нее заходить. Многие наши граждане все еще пребывают в уверенности, что частная жизнь – это их личное дело. Пусть пока так и будет. Приступайте к работе. Ну что ж, ребята, вот в таком вот мире мы сейчас живем. Что-то напоминает, да? Что-то было такое вроде во времена Сталина. Нет? Так, ну что, давайте посмотрим, какое у нас задание. Позвонить в министерство. Это то, с чего мы должны начать. Давайте с этого и начнем. Как бы не будем сейчас отвлекаться, там пробовать поговорить с людьми или еще что-то. Вот он у нас, телефон. Так, че? А вот. Ииии, министерство порядка, ваш звонок принят. Здравствуйте, Карл. Вы ознакомились с основными должностными инструкциями. Готовы получить задание? Готовы к заданию? Установите наблюдение за жильцом из квартиры номер два. Там проживает Яков. Яков Манишек. Необходимые камеры вы сможете купить в государственном магазине. Соблюдайте осторожность. Заходите в квартиры к жильцам, когда их нет дома. Так, используйте колесо мыши, чтобы изменять масштаб дома. Ага, вон оно, что я могу. Вторая квартира это вот этот, да, парень? Или что, где у нас вторая? Да, я так понимаю, это вот здесь. Мне еще надо как-то туда прийти, когда там никого нет, да? Так, ну что ж. Произвести обыск, установить камеру наблюдения, собрать информацию о Якове. Это наше первое задание. Для начала. Я хочу купить новую камеру. 50 очков авторитета. Здесь, правда, вот можно средний угол обзора купить. Ну давайте, а это что такое? Набор для починки бытовой техники. И набор для починки мебели. Наверное, это все еще пригодится. Но давайте для начала я не буду снимать те камеры, которые у нас есть там в столовой. А прикупим новую камеру. И теперь... А, вот, я кажется понял. Вот она вторая квартира. Это просто коридор. Так. Давайте в квартире номер 2. В квартире номер 2 живет только Яков. То есть нам надо всего лишь убедиться, что Яков сейчас... Так, погодите. Как он выглядит, Яков? Еще разочек. Вот такая вот у него... Какая-то морда как маска. Так, что это тут такое? Что тут показывается за флаг? Преступление и наказание. Произведите обыск. Так, это задание мое. Я просто не вижу, что тут какой-то флаг был. А, вот он, Яков, да? Нет, это Марк. Мне надо, чтобы Яков ушел из своей комнаты. И здесь его нету. Значит, мне пока что рано забираться в его апартаменты. Так, ну, Яков, мне что, долго ждать? Можно постоять, послушать, что тут говорят по телефону. Так, вон, Марк куда-то уезжает. Может быть, Якова сейчас и нету дома? А можно, интересно, к нему постучаться? Ну, просто так, типа, поинтересоваться. Господин Яков, как у вас дела? Чтобы точно знать, дома он или нет. Вот кто сейчас приедет? Пойдемте вон на кустике пока посмотрим. Я не знаю просто, чем заняться. Я не хочу туда врываться. Вдруг Яков там. Так. Некоторые предметы в описании несут информацию о своих хозяевах. Нажмите на выделенный текст, чтобы собрать информацию в досье и получить очки авторитета. Министерство заботы выступило с инициативой укрепления позиций родного языка. Мы одна нация и должны говорить на одном языке. Общим и единственным, заявил заместитель министра. Подобные меры сильно повысят безопасность, сделав страну менее уязвимой для шпионов и агентов влияния. Ими предлагают считать всех, кто хранит у себя иностранную литературу и говорит на чужом языке. Отлично. Это у нас вот сюда, да, добавляется в директивы. Запрещено производство агитационных плакатов. Запрещено укрывать преступников. Ну, я так понимаю, и запрещено, в общем, иметь литературу на иностранном языке. Все яблоки подлежат немедленному уничтожению. Промините потреблять. Запрещено. Как интересно. А это с чем связано? Марк. Блин. Меня беспокоит вот этот гражданин наш. Яков. Сомнительный тип. И его не... Я его нигде не вижу. Интересно. На задание мне дается какой-то срок? Ты кто такой? А, ты вот, и время я вижу. 32 часа, да? Поговорить о работе. Давай. Отец, мне не нравится твоя новая работа. Это твой начальник. Гадкий тип. А есть нормальную еду... Так. А есть нормальную еду и учиться в университете тебе нравится? А носить одежду без дыр? Может, ты будешь нас содержать? Я больше не увозю. Я постараюсь найти работу. Я буду учиться и работать. Очень на это надеюсь. Я ненавижу шахты, отец. Лучше умереть, чем работать как раб. Поговорить про шахты, спросить про новости, закончить разговор. Ну-ка. Про учебу в университете. Я не пропустил ни одного занятия. Честно сказать, я не верил, что ты сможешь достать мне направление на учебу. Учись старательно, сын. Нам твой перевод в университет очень дорого стоил. Я не подведу отец. Ну ладно. Это значит мой сынок. Значит, наше семейство Штейн, да? Что у тебя тут за деньги? Что ты вообще тут делаешь на углу? Мое почтение. Торговать можно. Что продаете сегодня? А вот посмотрите. Ага. Виски. Галстук. Шоколад. Книга. Великая жизнь дорогого вождя. Книга повествует о невероятно поучительной жизни нашего великого вождя. Дорогое удовольствие. Проще прочитать типичный роман о любви. И все это нам может где-то понадобиться. Так, это Патрик. Блин, ну я не знаю, что там... Этого типа нигде нет, которого и я ищу. А это значит, что он вполне может быть в своей комнате. То есть мне бы хорошо его увидеть где-нибудь еще. Ну кто сейчас приехал? Никто не приехал. Что, пойти попробую туда на свой страх и риск? А вот, можно постучаться, да? Давайте. Давайте. Можно посмотреть замочную скважину, да? Ну-ка. Кажется, никого. Ой. Ты что тут? Думаешь, что я подъедал? Да ни в коем случае. Вроде никого, да? Давайте еще раз постучимся. Вдруг спит. Может, мы чего-то не видим. Блин, ну точно никого нет. Блин, она опять видит, что мы тут подглядываем. Сейчас нам, короче, надо по-быстрому... ...зайти. Похоже, его все-таки нету дома. Блин, я думал, хотел дверь за собой закрыть. Какое-то палево получается. Как я, мне кажется, как я беспонтово все делаю. И она постоянно ходит туда-сюда. То есть, надо как-то, мне кажется, ловить момент, когда ее нет. Так, что нам надо? Нам надо камеру установить, да? А, правда, у нас беспонтовая, с плохим радиусом обзора. Можем сразу посмотреть тут его телевизор. Что-нибудь еще в его номере? Ну, у него тут нету ничего. Давайте посмотрим, какие книги он читает. Это важная информация. Так, ничего, кажется, не читает. Что у него? Может, там что-то под кроватью? И здесь ничего. В столике? Мне кажется, сейчас он должен приехать, пока мы тут обыскиваем его дома. Нам надо будет быстро бежать. Разбитая бутылка с острым краем. Своровать. Превратиться в опасное оружие. А нужна ли нам разбитая бутылка? Зачем нам воровать? Я не знаю. Хлам. Ну, давайте... Внимание, кража чужих предметов преследуется для сбора информации. У них достаточно нажать на цветной текст в описании предмета. Так, вот. Мы, типа, собрали информацию. Ладно, воровать не обязательно. Что еще у тебя есть? Табуретка, телефонный стол. Кресло мы еще, по-моему, не смотрели. Мы соберем как можно больше информации об этом типе. Для этого нам потребуется осмотреть табуретку. И осмотрим телефонный столик. Так. Колодок карты Костя. Играет в азартные игры. Мы знаем, что он играет в азартные игры. И мы знаем, что он может быть опасным. Ох ты, е-мое. Он закурил трубку. А мне-то куда прятаться? Я не заметил, как он приехал. Но выходить сейчас, когда он уже стоит там... Он спалит, что я вышел? Или нет? Такое ощущение, как будто он даже не заметил. Позвоните в министерство и отчитайтесь о выполнении задания. То есть все. Задание, можно сказать, выполнено. Я узнал, что он типо опасный. И что он играет в азартные игры. Это что? Это все, что интересует наше министерство? Так. Справка набрать номер. Отчитаться о задании. Поздравляем! Вы успешно выполнили ваше первое задание. На ваш счет пришла премия в размере 500 долларов и 50 очков авторитета. По полученной информации, Яков Манишек нарушает директивы правительства. Последние проследите за ним. Используйте камеры видеонаблюдения. Когда жилец делает что-то запрещенное в зоне действия камеры, иконка действия становится цветной. Нажмите на иконку, чтобы собрать улику в досье. Приложите собранные улики к рапорту. Слушайте, мне кажется, я вот тогда видел такую красную иконку, когда разговаривали. Видать, там кто-то что-то не то говорил. Так, у нас тут что? Запрещено производство наркотиков, запрещено распространение песен на площади перед министерством порядка. Нужно собрать доказательства, что Яков соберите улики, напишите рапорт на Якова. Так, не знаю уж, как это делать, но мы что-нибудь придумаем. Так, давайте поговорим с женой. Что, Карл? Поговорим о работе. Я очень испугалась, когда мимо провели этого человека в наручниках. Кто это был, Карл? Это был бывший управляющий. Он не справился с работой. Какой кошмар. Карл, с тобой могут поступить так же? Не переживай, милая. Я буду хорошим управляющим. Но знаешь, что произошло? Карл, а что за тип живет во второй квартире? Яков Манишек? Неприятный тип. Неприятный? Это слабо сказано. Я осталась с ним на кухне одна, так он не такого наговорил. Еще и облапать попытался свинья. Не может быть. Да, у него такое лицо, чего угодно можно ожидать. А если он будет приставать к Марте, она же у крыльца часто играет. Даже подумать о нем противно. Вот подонок, я решу с ним этот вопрос. Ну, знаете, как бы это сказать? Нам повезло, что наша первая жертва это действительно похоже подонок, за которым мы должны проследить. Но не все люди так плохи просто. Некоторые попадут, так скажем, под колесо системы. Я пока что не знаю, как мне... А, давайте посмотрим. Вот у нас камера, да? Он же сейчас дома. А, вот смотрите. Тут восклицательный знак на почтовом ящике. Вот же какое-то задание. Сын главы профсоюза шахтеров был найден в бессознательном состоянии. Сдлоумышленники накачали его наркотиками, и сейчас он находится в больнице на лечение и реабилитации. Министерство порядка призывает граждан соблюдать бдительность и пресекать любые попытки изготовления и распространения наркотиков. Иначе подобное может случиться и с вашими детьми. Так, давайте посмотрим, чем он там занят. Камера его не видит. Может он там наркотики сейчас производит? Что-то там. Собираешься лечь спать или что? Собирается пойти пожрать. Да? Может у него что-то вроде еды появилось над головой. Ну ладно. Давайте, кстати, сейчас посмотрим пока что, чем тут еще жители живут. Может соберем какие-то улики до того, как они успеют? Ты тут прибираешься, да, старик? Мы, я думаю, о каждом жителе этого дома узнаем что-то новое со временем. И чем раньше мы это узнаем, наверное, тем... О, что это? Вот как это? Видите? Перечеркнутый знак. Что надо сделать, чтобы... Вот, я типа ушел, чтобы они не знали, что я тут есть. Они сейчас, наверное, заговорят. И будет что-нибудь не то в их разговорах. Нет? Нет. 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 Дайте-ка я еще раз схожу к нему, пока он тут ест. Может что-нибудь все-таки увижу новое. Я так понял, вот он в прошлый раз подошел к своей комнате и курил. Если я даже у него на глазаху выхожу из его комнаты, он, по-моему, на это не особо обращает внимание. Так, что вот это было зеленое? Я собрал улики. Он пьет алкоголь. Отлично. Так, кажется, он возвращается домой. Давай быстренько еще кровать его осмотрим. Ого. Расческа. Ага, она не заслуживает внимания. Я думал, ничего себе, у него есть расческа. Это же подсудное дело. Мало ли, что вообще-то тут... Вот выпустят новые директивы, запрещающие расчесываться, и тогда это уже была бы улика. Так, ну у него ничего нету. Может быть поговорить с ним? Яков, чего надо? Познакомиться. Ты кто такой? Разрешите представиться? Я Карл, новый управляющий этим домом. Я что? Выиграл конкурс, кому я сделал до очередного тупого управляющего? Плевал я с высокой колокольни на тебя и твои дела. Ммм... Так. Не смей трогать мою семью, сволочь. А что ты мне сделаешь? Думаешь, назначили тебя сюда, так ты тут главный? Иди лучше, пообедай, жердяй. Ах ты, сволочь. Я этого так не оставлю. Да-да, иди поплачься мамочке, пузырь. Вот так и вот у нас состоялся разговор. Ну ничего, мы еще тебя... Ага, курит. Еще одна улика. Это пока что все не так серьезно, но мы знаем, что он курит и пьет. А значит, возможно, занимается чем-нибудь еще таким. Предосудительным. Ну ладно. Но у нас вообще есть какая-нибудь директива, которая говорит, что курить и пить вообще запрещено. Это не запрещено, это, наверное, не очень хорошо, но и не так, чтобы прямо сильно плохо. Так, вот он вернулся домой. Дайте-ка я еще погляжу за ним через замочную скважину, может, еще чего увижу. Камера дает слишком маленький обзор. Он опять там пьет перед телевизором. Но это мы и так уже знаем. Что, курит и пьет? Это все улики, которые мы можем о нем собрать. Он хочет пойти поговорить по телефону. Или он по своему... Он по своему телефону хочет поговорить. Блин, надо подслушать. Что-то у него тут какие-то... Молнии. О, наркотики. Там был знак наркотиков. Вот он. Вот оно, ребята. Он производит наркотики. А это запрещено. Теперь, я так думаю, нам надо бы сделать звонок, куда следует. Нужно срочно доложить начальству. О, наркотики. О, наркотики. О, наркотики. О, наркотики. Продолжение следует...